Продолжение следует... Посмотрите, прилагательные «веселый», «жизнерадостный», «счастливый» могут считаться синонимами, так как они обозначают сходные признаки. Существительные «дом», «здание», «строение» являются синонимами, так как они обозначают сходные предметы. Глаголы «уточнить», «спросить», «поинтересоваться» также могут считаться синонимами, так как они обозначают сходные действия. Как правильно определить суффикс в слове? Для этого нужно найти однокоренное слово, от которого образована данная. Обратимся к примерам. Слово «старинный» образовалось от однокоренного слова «старина». Выделим корень в обоих словах. Корень «стар». Слово «старинный» образовалось от слова «старина» с помощью суффикса «н». Этот суффикс мы также можем выделить в слове «старинный». В свою очередь слово «старина» образовалось от однокоренного слова «старый» с помощью суффикса «ин». Выделяем этот суффикс. Таким образом, мы с вами доказали, что в слове «старинный» два суффикса – это суффикс «ин» и суффикс «эн». Слово «машинный» образовалось от однокоренного слова «машина». Выделяем корни. Слово «машинный» образовалось от слова «машина» с помощью суффикса «н». Поэтому в слове «машинный» нужно будет написать две буквы «н» на стыке корня и суффикса. А вот слово «мышины» образовалось от слова «мышь» с помощью суффикса «ин», в котором, как известно, пишется одна буква «н». Таким образом, в слове «мышины» суффикс «ин». Правописание приставок, оканчивающихся на «з» зависит от того, какой звук идет следующим за этой приставкой. Посмотрите, вот приставки, оканчивающиеся на «з». Мы пишем в приставке на конце букву «з», если после нее идет звонкий согласный или гласный звук. Посмотрите, например, «безграмотный», «взлететь», «избить», «низвергаться», «разваленный», «чрезмерный». Во всех этих словах мы пишем в приставке букву «з». Произносим звонкий «з». А вот в слове «безвкусный» мы пишем приставку «без» по нашему правилу, так как следующий идет «звонкий согласный», но произносим здесь глухой звук, «безвкусный». Про описание слова «безвкусный» следует запомнить. В приставках, которые оканчиваются на «з», «с», мы пишем букву «с» перед «глухим согласным», как в словах «бескрайний», «восхвалять», «ниспадать», «расщепить». В словах «исчезнуть из чересчур» историческая приставка сейчас входит в состав корня, но она подчиняется общему правилу. От приставок, которые оканчиваются на «з», «с», нужно отличать приставку «с», которая пишется всегда одинаково, независимо от того, какой звук идет следом за ней. В слове «списать» у нас написание соответствует произношению. В слове «сделать» и «сгореть» происходит озвончение, но мы пишем приставку «с». Запомните, что в словах «здесь», «здешний», «здание» и «здоровье» нет приставки. Эти слова начинаются с буквы «з». «Дiez» и «здравь», «з.Л».» Назв correr выше. Продолжение следует...